блин только думал короче о роликах и ремне и что мы видим у нас соскочил ремень пока не могу понять по какой причине просто еду короче и смотрю блин машину то начинает это но нагреваться сильно и аккумулятор что-то смотрю загорелся то есть но генератор не работает короче залази ю моё все буду выяснять чудил то ехать то надо вот такие вот блин дела поехал в деревню в отпуск приходится ехать но разогнался выключая зажигание и но своим ходом как бы на катиком качусь вот у меня здесь работает печечка которая воду там гоняет под капотом но она вроде более-менее циркулирует сейчас мне добраться до поворота и может быть там уже займусь ремонтом блин на грани сейчас закипит не буду рисковать даже короче решил я там на дороге не мучиться попробовать доехать до дома дело в том что до него осталось километров 10 вот и я вот останавливаюсь жду когда машина остынет полностью потом завожу и пока она холодная проезжаю буквально но там два три километра глушу и вот но нет наверное не 23 наверное блин километр примерно глушу и и опять жду когда она остынет вот и опять завожу и поехал так вот таким макаром я пытаюсь доехать до дома и там там просто есть весь инструмент вот и там все дело отремонтирую а пока так вот капот даже не закрываю так вот приоткрыт чтобы хоть как-то больше охлаждалась еще раз всем привет утро второго дня моего отпуска началось с того что сделал есть и кофейку я конечно прорекламировал кофе но такой кофе не продается в магазинах я там по знакомству через алексея брал в одной конторе вот поэтому что говорю сейчас будем снимать диффузор залазить внутрь и смотреть что там произошло и почему соскочил ремень по какой причине вообще я уже на ней 14000 отъездил до меня хозяин еще 70 то есть 84000 сейчас на спидометре но полезли будем смотреть что к чему борьба с виском свиск свивка да блин свиск свивка муфтой с виском муфтой борьба с виском муфтой продолжается к сожалению ключа у меня нету я вот пытаюсь зубилом короче открутить но что-то пока ни черта не получается вот сначала крутился она вместе с шкивом но вот вроде как-то закрепил но не знаю чем это все закончится вообще если так каждый раз в дороге мучиться то я не вижу смысла в этой виском муфте надо сюда электрический вентилятор однозначно ставить как многие советуют это просто трэш этот хорошая дотянул до дома что у меня здесь и молоток есть и зубило а так а и даже вот эта штука струбцина не знаю ну ладно погнали дальше мучиться чуть я не понял от чем зимние травы эти букашки летают смотрю летит короче эй давай весну лети обалдеть можно чуть и вот смотрю в моем случае я не знаю на что ее посадили но она не откручивается не ключом не зубилом вообще просто ничем три часа уже долблю долблю и бесполезно это мне все такие гранит не только тут две по кругу она вроде так чуть прокручивается по ремню но не идет даже не знаю что делать короче ну ладно а делать то ничего надо снимать ее по-любому иначе я в этой деревне останусь по жизни блин ну такой в моей практике первый раз вообще короче она вообще просто не откручивается даже зубила и весь прикол он видите кусок зубила зубила не выдержала непонятно что она с дефектом была вон трещинка прям видно что но давно это соответственно она уже была изначально бракованная только такое ощущение что из напильника сделана и короче и теперь перекосила и теперь только один вариант ее по-любому каким-то макаром срубать другого варианта нету никак он не откручивается и я так понимаю что мне теперь придется этот весь узел целиком менять раз я гайку не смог открутить значит ну продолжим труба практически все виска муфту мы сняли геморрой практически никакого не было все сошло быстро и легко и вот так вот берем ее и вместе с кошеком вытаскиваем что-то не идет тут мешает чуть-чуть а еще тут куска лопасти нету поход по моей вине вот так вот она легко откручивается просто легко и непринужденно чуть переделать даже не знаю но чего теперь нашли причину я из-за чего ремень слетел оказалось все легко и просто крутится крутится шумит шумит а этот вот даже не крутится он просто заклинил да я только-только на днях ничего себе тут бороздка вот тут люфт есть уже тут нет люфта только купил ролики и на тебе еще шляпа сейчас мы вот это попробуем как-нибудь разобрать снять и посмотреть что там и как и так получается что вот этот шкив я снять не могу потому что мешает гайка значит надо удалить гайку а удалить гайку мы можем если только распилим ну или дальше продолжать сбивать ну просто я боюсь что начнем сейчас сбивать и в итоге короче им там что нич проще спилить и посмотреть что осталось и как и что дальше будем делать вот так ну болгарку я принес удлинитель я принес и вот хорошо что я это начал делать там на дороге я бы на дороге это точно не сделал вот прям как жопой чуял что не открутится ну или пойдет что-то не так открутил я шкив срезал я гайку гайками кстати вот как выглядит я так и не понял в чем причина была почему не откручивалась но суть не в этом суть в том что я вот этот элемент не могу поменять здесь это же блин сколько чего тут надо башку надо вы крышку снимать надо короче много чего надо ладно разниматься берем без вентилятора попробуем так поехать в москве уже будем думать что-то как ну вот тут мы и видим причину того что он заклинил у нее серп сепаратор развалился они все сошли на одну сторону и его мало то что но он стоял ровно его еще и перекосило здесь он тоже съехал все ну теперь понятно почему ремень слетел блин бороздка такая серьезная предыдущий то хозяин в походу и не менял их ни разу так ладно сейчас заменим и этот второй ролик чуть получше но он все равно уже исходил свое во первых тут бороздка появилась такая довольно серьезная во вторых слышите да уже он пищать начал не так конечно сильно но уже есть поэтому мы его тоже меняем точнее уже поменяли даже вот это поменяли шершавый какой-то шершавый и он уже новый имеет вот такой вот люфт здесь даже ремень не одевал я вам сейчас покажу фирму которую я сюда поставил продавец мне сказал в планете железяка что туда идет свой и идет только такой я первый раз такой вижу рк что-то топ или тор и тут я старый снял и конечно старый получше плане лица нет тоже есть люфт ну ладно посмотрим на что-то другое менять у меня теперь есть образец я теперь буду ездить с образцом и что-то подыскивать тут большая вот кромка а тут маленькая сейчас мы все затянем и будем ремень пытаться посадить не они старой новый где-то у меня есть новые два ремня и вот мы их попробуем воткнуть сюда вот еще один косяк от продавца я ему говорю что мне нужно длина 200 этот хорошо у меня в запасе лежал 200 а он не дает 2 120 ну блин у меня старый ремень даже меньше чем вот этот он не дал еще больше не знаю сейчас попробуем тот который в запасе стоял поставить а тот положим в запас ну чё первый пуск посмотрим что у нас получилось и Продолжение следует... Прогреем ее до рабочей температуры Посмотрим, будет она кипеть или нет на холостых Без вентилятора Я не понял, что произошло Но почему-то вот этот болт Выкрутился Сейчас будем решать эту проблему Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...